Здравствуйте! Это программа 112 в студии Анастасия Стенина. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 172 происшествия. Из них 20 преступлений, из которых 12 раскрыто в течение дежурных суток. Привлечено к ответственности 25 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Причинен материальный ущерб. 9 сентября 2018 года на территории Российской Федерации проведен единый день голосования. Также на площади Марацей проводились мероприятия, посвященные празднованию Дня округа и Дня нефтяника. В охране общественного порядка задействован весь личный состав Управления МВД России по Ненецкому автономному округу и Управления Росгвардии, а также Народные дружины. Нарушение общественного порядка на избирательных участках и при проведении праздничных мероприятий не допущено. Также в день празднования Дня Ненецкого автономного округа на площади Марацей состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста, 13-юным жителям. В период времени с 7 по 16 сентября на территории округа проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018». Сотрудники полиции проводят мероприятия при взаимодействии с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан Ненецкого округа. Целью операции является предупреждение распространения наркоманий среди несовершеннолетних, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Также информацию можно направить по телефону 8-818-53-430-17. Также либо на телефон доверия управления 4-21-52. Анонимность гарантирована. С 11 сентября 2018 года стартует ежегодный всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». В период времени с 7 по 16 октября граждане посредством онлайн-голосования на сайте смогут определить одного участкового, который будет принимать участие на заключительном третьем этапе всероссийского конкурса. Ознакомиться с участниками можно на официальном сайте Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в разделе «Наши проекты». 4 сентября в дежурную часть полиции от работников магазина детской обуви по улице Ленина в Наринмаре поступило сообщение о краже денежных средств. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что двое 16-летних подростков, стоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, вошли в магазин и, воспользовавшись отсутствием продавца, совершили хищение денежных средств в сумме 6400 рублей. В настоящее время в отношении подростков следователям возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Дежурную часть полиции продолжают поступать заявления от жителей округа, пострадавших от мошеннических действий. В настоящее время по всем фактам сотрудники полиции проводят проверки. Уважаемые жители города Наринмара и Ненецкого автономного округа, сотрудники полиции рекомендуют и напоминают вам не совершать поспешных действий и переводить деньги неизвестным и малоизвестным лицам. Совершать платежи с банковских карт на неизвестные вам сайты и интернет-магазины. Будьте бдительны. В период времени с 17 часов 30 минут 4 сентября до 19 часов 30 минут 7 сентября неустановленное лицо, находясь около гаражного бокса возле дома по улице Южная в Наринмаре, путем свободного доступа совершило хищение сани волокуши стоимостью 8 тысяч рублей. Приметы похищенного имущества. Сани волокуши металлические, размерами 350 на 70 сантиметров. Каркас выполнен из металлических уголков и трубы. Изготовлены из металла серого цвета, без бортов. В некоторых местах на металле остались следы лакокрасочного покрытия синего цвета. Лыжа была составной частью лыжи самолета Ан-2. Среди отличительных признаков на донной части были прикреплены фрагменты древесины и пластика. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя.